Вязель или заячий клевер, мыши стручки. Это род однолетних и многолетних трав семейства бобовых. Название вязель идет от особенностей роста растения. С помощью усиков растение вяжется к стеблям рядом растущих растений. Листья вязеля не парно-пересто сложные. Цветки мотылькового типа собраны в простые зонтики. Плод представляет собой боб. Известно около 20 видов вязеля, в России 9. Большинство из них растет на лугах и лесных полянах. Вязель – агрессивный сорняк, распространяется очень быстро. В основном распространен вязель пестрый с белорозовыми цветками. Он растет в европейской части России и Западной Сибири. Это растение ядовито. Скотом, пасущимся на лугу, не поедается. Вязель содержит гликозиды коронелин и коронизид – дубильные вещества, эфирное масло. Также это растение используется в народной медицине. Является медоносом. Яралаш. Сатирический журнал, издававшийся в Петербурге в 1846-1849 годах известным карикатуристом Неваховичем. Журнал выходил 4 раза в год. Всего вышло 16 номеров с литографированными рисунками. Большинство карикатур выполнено самим Неваховичем. Участие в издании принимали также художники Пальм и Степанов. Последний в конце 50-х годов XIX века стал одним из основателей и редакторов сатирического журнала «Искра». В Яралаше объектами выступлений были злободневные явления общественной жизни, литературы и быта. Приобрел известность рисунок «Шествие во храм славы», на котором изображены видные русские писатели того времени. Титульный лист, объединяющий номера журнала, вышедшие в период политической реакции, был украшен символическим рисунком. В глубине изображены неясные очертания большого города, над которым нависли черные тучи и зловеще кружится стая ворон. Демократический характер журнала привлекал к нему симпатии читателей. Брандмауэр. Брандмауэр – это глухая, огнестойкая капитальная стена, проходящая по вертикали через все элементы сооружения. Назначение ее – либо разъединение помещения одного здания, либо разъединение двух смежных зданий с целью воспрепятствовать распространению пожара. Брандмауэрная стена должна иметь самостоятельный фундамент или опираться на другую огнестойкую конструкцию. Брандмауэр должен возвышаться над крышей на величину, зависящую от огнестойкости кровли. В Брандмауэре допускаются устройства, надлежащие защищенных проемов. Жабо. Это длинная сборчатая обшивка из кружев или кисии вокруг ворота и на груди мужской сорочки, бывшая в моде в XVIII веке. Появилась жабо в XVI-XVII веках. Жабо, применявшаяся как деталь мужского костюма, в XIX веке стали носить и женщины. Жабо назывался также полотняный стоячий воротник, закрывавший нижние части щек.